Все, ребят, я приехал. Еще, блин, хрен в гостиницу заедешь. Хоть тут жилье дорогое, можно сэкономить. А вот мой чудо-аппарат. В общем, я сейчас поставил навигатор. Yes! Marmaris! Marmaris! Ребята, всем привет! Отправляюсь сейчас в красивый город с красивым названием. Называется он Marmaris. Я нахожусь в Анталии на автовавзале Оттагар. Время отправления автобуса 10.30. Пути где-то примерно 6 часов. Проезд стоит 65 лир. Я приехал сюда рано, вот жду. Мне еще полчаса осталось. Обалдеть, какие крутые у них автобусы. Хоть попытаюсь в турецких автобусах. Дисплей уже большой. С камерой зачем-то. Столик. Розетка есть. На 220. Где-то наушники есть. Место для ног вообще прилично. Для стаканчиков. И можно ноги поставить. Дядечка мне пересадил, у него 42-й. А у меня 41-й. У всех билеты по местам. Отправление через 20 минут где-то. Кондиционер работает. Но я на себя не навожу. И так простывший. Вообще шикарный. Блин, сейчас я не знаю вообще. Вот в Marmaris еду. Он не в сам город заезжает. А в какой-то поселок. Ну, пригородный. Потом от него надо доехать до самого Marmaris. И жилье я вообще не нашел. Буду заходить. Случайные, которые попадутся. Но вот так я посмотрел примерно цены. Зашел я в booking через VPN. Потому что тут booking заблокирован. А в Marmaris подороже будет жилье. И такие тут у них автобусы стерты. Как в самолете. Сейчас мне воды налили. А я сижу и играю. Ехать одно удовольствие. Смотрите, ребят, сейчас кофе принесли. И еще печеньку издал. У нас сейчас первая остановка. Можно покушать. В туалет сходить. В туалет тут бесплатный. Я сейчас умылся. Вот мой автобус. Помукале фирма. Сейчас еще носят. Я взял кофе. Снова и печенье. Все бесплатно. Все, ребят, я приехал в город. Город вообще шикарный. Какая красота. Обалдеть просто. Здравствуйте. Вы по-русски не говорите? По-русски не говорите? А рум? Полмарч? В одну гостиницу зашел. Сказали полная. Фул. Еще одна гостиница полная. Еще, блин, хрен в гостиницу заедешь. Вот тут какие-то апартаменты. Вот текин апартаменты 150 лир стоят. Ребят, вот я снял апартаменты. В общем. Везде 200 лир, 300, 400 лир, 500 лир. Это вторая линия. В общем, такой номер просто шикарнейший. Шикарный, просто. Еще и кухня. Стоит 100 лир. Ну, я считаю, это достойно. Сейчас пойду в душ, скажу вещи, скину и пойду гулять по городу. Ес! Марморис, марморис, марморис. Все, сейчас отварю гречку. Последняя банка. Канины у меня. Нужно чай сделать. Блин, обалдеть. Блин, ну шикарно вообще. Я еще так долго гостиницу искал. Минут 40, наверное. И это, еще с дороги немножко это. Ну, то, что простывший. Но все равно, когда пришел, настроение вообще поднялось. Просто шикарное. Все заряжаю. Вот. Как настоящий турок. Живу. Все, ребят, вышел на прогулку. Всему тут полиции много. Хоть тут жилье дорогое, можно сэкономить будет на питании. Так как есть своя кухня, можно будет чем изготовить. Сейчас посмотрю, если мне понравится, я еще останусь тут же. В этих же апартаментах. Не знаю, что-то такой пляжик маленький. Это, наверное, вообще платный пляж. Счастливое время. Вай-фай бесплатно. Марморист, говорят, больше такой, как европейский курорт. Просто эти тут велосипедные дорожки. И вот они, пальмы. Это как это в Америке есть. Лос-Анджелес, если я не ошибаюсь. Сейчас я иду, где-то должен быть какой-то китайский парк. А потом отправляюсь в замок. И там еще улочки, говорят, очень шикарные. Такие маленькие, узкие. Смотрите, ребят, про китайцев не забыли. Такой мини-китайский парк. Тут речка какая-то. Что интересно, меня на пешеходном переходе уже два раза пропустили. Как-то в Турции не пропускают. У меня уже все волосы сгорели. Все волосы желтые. Красиво, что сказать. Я считаю, что Мармари самый красивый город в Турции из курортных городов. По крайней мере, где я был. Вот тоже площадка для детей. Жилья-то очень много сдается. Все вот эти дома. Гостиницы, апартаменты. Вот ценно, блин, космос. Это жилье. Переночевать, в принципе, и все. Я прихожу там полдвенадцатого, двенадцать часов. Спать ложусь, утром ухожу. Тут я вижу Гранд Базар. И спереди уже стены замка виднеются. Тут только Мармариси заметил, как воздух увлажняют кафе паром. Какая улочка открывается. Ребят, зашел я в этот замок. Музей он называется. Вход восемь лир. Дали билет. Сумку забирают. Крепость маленькая очень. Оригинальные монеты. Как мне мужчина сказал. Вот из золота. У меня таких золотых. Пару монет. И на Кубу улетел бы. Все, я уже вышел. Хожу гуляю тут. По улочкам. Что-то меня завораживают. Такие проволоки. Я просто от них балдею. Как в Анталии проволоки есть такие. Постучался так. Смотрите, ребят, флаг Абхазии нашел. Сейчас пройду через Базар. Направляюсь я в парк. Подходил смотреть, что продают. Продавцы тут культурные. Ничего не заставляют. Спокойно стоят, смотрят. И все. Взял себе магнит. Такой вот магнит. Марморис. Трелира стоит. Тут тоже одни дёнеры. Дёнер, дёнер. 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 Тут мечеть реставрируют. Тут у них на Базаре это тупики. Шел-шел и дальше хода нет. Специально, чтобы выбирался из рынка. Вот тоже дёнер 5 лир стоит. Из одежды в основном тут гучи продают. Сейчас, наверное, все в городе будут в гучи ходить. Взял воду на рынке. Пол-литра 2 лиры стоит. Дорого. Все, дошел и до парка. Вот это центр города. Получается, вокруг города горы. Фонтан. Часовня. Написано там Марморис. И за этими зданиями тоже горы. Сколько я наблюдаю, никто поодиночке не гуляет. Все гуляют группами, либо парами. Порой приходится долго ждать, чтобы кто-то сфотографировал. Тут очень много американцев и европейцев. Ребята, я преобразился. Взял велосипед на паркад. Стоит на день 30 евро. С ветерком. Еду вообще не знаю куда. Все, заехал я в специальные дорожки. Так интересно, велосипед взял. Не паспорт, вообще ничего не оставил. Даже не показывал. Паспорт у него все в номере. И ключ я сдал. Просто дал 30 лир, взял велосипед и поехал. Хоть в Анталию на нем езжай. Я даже не помню уже, как мои апартаменты выглядят. Такой велосипед легкий. Ни усилия, ничего не надо давать. Просто чуть педали крутанул. Он даже в гору едет легко. Сейчас себе в аптеке взял лекарство. Типа террафлю. Но что-то на их языке как-то называется. Тоже типа чай как делать нужно. Попробую перед сном выпить один пакет. Интересно, я так долго еду. Сейчас скоро, наверное, уже выезд будет из города. И все, спуск идет. Потом назад в подъем не ехать. Не, Мармарис классный город. Такой цивильный. Я вот еду, мне вообще никто не мешает. Гостиница пятерка. Голден Рок. Сейчас я тут остановлюсь. Посмотрю вообще, куда я приехал. А вот мой чудо-аппарат. А вот мой чудо-аппарат. Ух ты, кто-то браслет забыл. Фаро. Отел. Барбарис. Причем целый. Смотрите, вечером подсветку включили. Велосипедная дорожка мигает. А тут железные перегородки. Тут же подсветку включили на фонтане. Вот так вот преобразилась набережная. Красиво. Единственное, только почему-то тихо. Музыка нигде не играет. Это получается знаменитая улица баров. В общем, я сейчас поставил навигатор, где я велосипед брал. Сейчас буду ехать туда. Сдам его. Пойду еще погуляю. Сейчас, блин, мизинец так ударило в бордюр. Человек помешал мне. Я ударился. Смотрите, ребята, какая травма у меня. Сейчас пойду схожу в супермаркет. Возьму каких-нибудь продуктов. На завтра сготовить. Ну и буду думать. Я не знаю, оставаться мне или нет. Или еще остаться денек. Пойти днем на море. Уже позагорать, поплавать. Я, получается, еду на велосипеде по своей дорожке. Велосипедной. Парень выходит резко. У меня в одной руке еще была эта видеокамера. Ну, я не снимал, а просто держал. И чуть повернул и задел пальцем об бордюру. Смотрите, какое чудо. Вот я, нужно покупать продукты и прочее, что вам надо. Ту же самую воду. Сразу 5 литров. Я не знал, что из продуктов брать. Там даже колбасы и так просто есть нельзя. Их варить надо. Женщина смеялась аж. Я взял 2 бич-пакета. Сыр, как типа наш Хохланд. Потом нашел колбасу, которую можно так есть. Сейчас домой приду, покажу. Ребят, вот что я взял на 15 лир. Такое кофе. Потом печенье со вкусом банана. 2 бич-пакета взял. Колбасы. 6 кусочков. И сыр. И батон. Вот. 15 лир. Холодильник морозит. Нормально. Сейчас еще заходил в аптеку. Ну, показал, что типа это насморк. И это чихает. Далее вот что мне. Винтерход. Это что-то зимняя, горячая зима. Типа что-то его переводится. Витамин Е. Вот 2 пакета из зал. Такой вкус прям терпкий. Термоядерный вкус. По чуть-чуть пью, смотрю, будет что со мной происходить или нет. От dela. Витамин Е. Продолжение следует...